И поэтому и подход к учёбе не должен заключаться в том, чтобы запоминать и знать, а пережить это внутри, насколько это возможно, с ощущением. Это всё ощущения. Если человек не способен, то нужно стремиться к этому ощущению. Стремиться. И насколько способен быть в этом ощущении. Но стремление должно быть «я хочу ощутить то состояние, о котором он говорит», потому что мы – желание, наш материал – это желание. Поэтому всё, о чём идёт речь, это то, как это желание наполняется, ощущает, опустошается, неважно, говорит о состояниях желания. И разум, как мы изучаем, это только для того, чтобы понять, что происходит с желанием. Поэтому подход к учёбе, просто такой умозрительный, называется «мудрость в народах верь». Ничего из этого не выйдет. Это как эликсир смерти. Я смею, простите, смертельный яд. Никогда не будет постижения. Постижение в чувствах и в чувстве отдачи. Это в ощущении. Поэтому совершенно не умники учатся. Наоборот, тот, кто умный, у него есть проблема. Это не проблема, да, относительно для его условий, так он должен воспринимать эти отягощения. Ну и у чувствительных людей тоже есть другие помехи, у каждого свои, но стремятся к ощущению. Приподняться над всеми ощущениями, этими воображаемыми. Воображаемые называются ощущения получения. И постараться достичь истинного ощущения. Это называется ощущение в чувстве отдачи. Почему? Называется истинным, потому что, соответственно, Творцу. То, что он ощущает, то и я ощущаю. Поэтому это называется правда, а не ложь. А если я ощущаю обратно ему, то это является ложью. Называется надуманная реальность, потому что кроме него нет ничего. Поэтому все наши намерения в учебе, это то, как я смогу ощутить то, о чем он пишет, потому что он пишет обо мне. Он пишет о том, что происходит во мне. Он пишет, что зонда, целу, твуна, целе, маба, выима, что происходит там с душами, дады, баима, дады, адам. Разные проявления. Все это происходит во мне. В моей внутренней части там это происходит. Ну, я не чувствую, но я не чувствую так же, как у меня переваривается пища, как работают почки, печень и все остальные органы. Я не чувствую, но я хочу почувствовать эти действия внутренние, которые являются духовными. Я хочу ощутить духовное. Как? Нужно быть чувствительным к этому. Развивайте чувствительность к этому. Тонкость, деликатность. Это называется закут. Такова тенденция. Почему? Потому что если я начинаю ощущать их, согласно подобию свойств, то есть насколько я в себе развиваю эти ощущения, органы чувств, для того, чтобы почувствовать их, я начинаю ощущать действия Творца. И из действий Твоих познаю Тебя, я достигну Его сознания, ощущения, исходя из этого. С такими намерениями я раскрываю книгу. Так должно быть. И ничего, кроме этого, не важно. Это буквально как животное на травке. Может быть, самым умным, но ничего не поможет ему. Это животная мудрость. Только стремиться к тому, чтобы почувствовать то, что написано в книге.